Перед тем, как мы начнём, друзья, хотел бы вас любезно попросить отписаться от моего канала, а потом заново подписаться, если не сложно, нажать на колокольчик. Вы спросите, для чего всё это нужно сделать? На самом деле всё очень просто. Из-за того, что YouTube сейчас переходит на новый дизайн, на YouTube очень много багов, и, например, иногда мои ролики просто у подписчиков не отображаются в подписках, и они как бы о них просто-напросто не узнают, и как раз таки это позволит как бы заново подписаться на канал, и ролики хотя бы как-то чаще будут появляться именно в подписках, потому что очень-очень часто они там вообще не появляются. Это очень странно, но именно вот эти вот махинации помогают это всё исправить. Если, конечно, вы ещё колокольчик нажмёте, то это будет вдвойне круто. Объясню, почему вообще это нужно всё сделать. На моём канале очень часто выходят дюпы различные, очень часто выходят различные баги, и разработчики это всё просто-напросто фиксят. Если вы вовремя об этом не узнаете, не узнаете после того, как я это сразу залил, потом это всё пофиксит, и вы просто не успеете это всё использовать. Вот, например, недавно был дюп, я его показал, и многие о нём не узнали, потому что не было уведомлений никакого, не было подписки на меня, ну, то есть вы сами понимаете, о чём я сейчас говорю, и если не сложно, пожалуйста, отпишитесь и подпишитесь, и нажмите на колокольчик. И, пожалуйста, просто так не отписывайтесь, тут нужно именно отписаться, а потом подписаться. То есть это самое главное, друзья, не отписывайтесь просто так, это не нужно делать. В общем-то, друзья, на это моё объявление подходит к концу, желаю вам приятного просмотра моего ролика, и надеюсь, что он вам действительно понравится. Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке «Последний день на земле». Сегодня я бы вам хотел показать мою новую обновлённую базу, то есть я вот её совсем недавно полностью разрушил, полностью её обновил, передел, и сейчас я вам рад её представить. Также хочу сказать, что эта база является самой лучшей против Орды, то есть новой обновлённой Орды, которую недавно обновили, то есть она вообще не будет вам приносить каких-либо убытков, то есть просто будет Орда приходить, ничего вам как бы ломать не будет, и всё, то есть вы в огромном плюсе, ничего не теряете, и как бы тоже эта база не является какой-то супер страшной, супер некрасивой и так далее. То есть она является вполне такой красивой, аккуратной, всё расставлено, всё понятно, то есть я считаю то, что эта база, ну такая более-менее идеальная именно на данный момент игры. То есть когда уже будет онлайн, тогда эта база вам точно не подойдёт, когда будут рейдеры, она вам тоже точно не подойдёт, то есть рейдеры, это которые будут чуваки с онлайна приходить к вам и вас рейдить, то есть это не те рейдеры, которые будут отдельной фракцией, не путайте. Ну и собственно что, давайте приступлю к обзору моей базы, многие, кстати, просили тоже это всё сделать, но я подумал, почему бы и нет. Собственно, друзья, начнём с того, что я бы вам хотел сказать, то что некоторые вещи, которые вы увидите в сегодняшнем ролике были надюпаны, то есть, например, вот эти вот ящики, военные контейнеры, они были именно надюпаны, и как бы я в этом, конечно, ничего плохого не вижу, именно я, конечно, многие скажут, что это плохо, по идее, все дела, но раз был дюп, почему бы не надюпать именно вот эти вот ящики. Я считаю то, что эти ящики, они очень редкие в игре, их, ну как бы, по идее, можно было получить по-честному всего лишь два раза, либо же один, но вот я как бы засунул в рюкзак, то есть этот ящик, который у меня был, надюпал его, и в итоге я немножко расставил. Сейчас их, по идее, вообще никуда двигать нельзя, то есть, если вы попробуете переставить, то просто-напросто у вас ничего не получится, потому что максимальное количество, которое вы можете поставить именно этих ящиков, будет 20. Ну, по идее, у меня их 20 даже нет, но всё равно почему-то они не ставятся. Так что разработчики в этом плане после дюпа уже всё продумали, и уже мухлевать с этими военными контейнерами у вас не получится. Так что те, кто ещё надюпал эти военные контейнеры в ящиках оставил, можете сразу выкидывать, они вам никаким образом не помогут. Ну и, в общем-то, друзья, давайте начнём именно вообще со всей постойки моей базы, почему я выбрал именно базу, которая у меня будет абсолютно без стен. Всё на самом деле очень просто. Орда приходит, она 100% разрушит ваши стены. То есть, неважно в каком количестве, может быть там одна стенка, то есть это очень редко, может быть там почти пол базы, то есть там вообще реально будет полный разгром от этой орды, и в итоге, как бы, вы будете просто в огромных убытках. Причём прикол весь в том, что сейчас они в большинстве своих случаев начали ломать именно каменные стены, именно деревянные стены второго уровня, то есть им на всё это пофиг, они как бы всё это рушат, и в этом плане эта орда стала реально очень хардкорной. Но в чём вообще весь прикол? Это стены, которые у меня остались, по идее, зомби их добьют, и как бы у меня их вообще не будет, потому что орда придёт там у меня буквально через 20 минут. Вот, можно, конечно, тоже будет на всё это посмотреть, отбиться от этой орды, показать вам, как всё это будет выглядеть. Ну и, собственно, что ещё я вам хотел сказать, вот эти вот колеи, которые у меня тут стоят, их было, наверное, в раза 3 больше. Они у меня все стояли вот здесь вот снизу, то есть сколько здесь? 18 блоков, если я не ошибаюсь, по-моему, когда я строил базу, я всё это считал. Ну, территория 18 на 18, и все почти эти 18 блоков, они были просто-напросто заполнены. Но потом пришли зомбари пару раз, и все эти колья мои поломали, стены поломали, и в итоге у меня осталось буквально немножко колев, и я решил их просто ради прикола вокруг вот этой вот АТВ расставить. Потом по поводу ящиков, они на самом деле у меня здесь немножко раскиданы, и база ещё не имеет идеального вида, который хотелось бы иметь. Но, собственно, прикол есть в том, что вот здесь у меня стоят ящики, которые самые-таки плохие по виду, но скоро я их полностью освобожу, переложу часть вещей в обычные ящики, вот эти вот военные контейнеры, и, собственно, потом я уже эти маленькие ящики отсюда уберу, чтобы они здесь, ну, так некрасиво не стояли. Потом я сделал свой личный уголок, то есть здесь у меня кроватка, потом диванчик, который смотрит на радио, то есть это типа я телевизор, подумал все дела, и потом ещё здесь рядом стоит торшер тоже, чтобы была немножко уютная обстановка. Конечно, я понимаю то, что никогда не будет уютной обстановки, если у тебя не будет в доме стен, но всё-таки. И, кстати, ребята, кто будет застраивать базу свою стенами, то лучше строить именно стены, которые будут с окнами, потому что в дальнейшем вам это реально может помочь. Через обычные стены вы стрелять не сможете, а через вот эти вот в зомби, например, вы спокойно сможете стрелять, и, как бы, понятное дело, то, что легче всё-таки будет построить вот такие вот стены по затратам, они действительно одинаковые, и, как бы, мне кажется, то, что так будет гораздо лучше. Но это именно самые боковые стены, которые внутри можете ставить уже именно обычные. Ну и, собственно, что, ребята, вот этот вот у меня отсек я выбрал именно для склада, то есть здесь будут только сундуки, больше ничего, то есть только-только-только сундуки, и больше сюда я ничего ставить не буду. То есть размера точно не знаю, но 4 получается на и 3. 4 на 9 размер моего склада, и дальше у меня здесь идёт ещё АТВ, который немного не вписывается, но потом, может быть, я его поставлю куда-нибудь вот сюда, то есть вы видите вот этот вот квадрат 9 на 9, ой, 3 на 3, и вот сюда можно будет АТВ поставить. Потом я эти коли полностью уберу, я их в сундуки лучше спрячу, и, ребята, когда уже будет такое нормальное обновление именно на ребят, которые будут именно к вам приходить, тогда уже можете выставлять все стены. Ну, то есть вы их вообще полностью разрушите, вы их убирать никуда не сможете, переставлять тоже, то есть вы просто начнёте их строить, копить для этого ресурсы и так далее. Ну, вот эти колья можно именно по ящикам раскидать, спрятать их, которые у вас стоят, но ни в коем случае не оставляйте их, друзья, потому что если вы их оставите, то это ордозоми просто их снесёт и даже, блин, не посмотрят на вас, им будет абсолютно пофигу, и как бы, блин, ну вы потеряете нормальное количество ресурсов. А чёрт побери, вот эти вот колья, они крафтят не так уж и легко, давайте вот посмотрим. То есть мы видим то, что металлические детали нужны, металлолом точнее, ну и куча верёвок. Верёвки на самом деле добываются достаточно легко, но всё-таки я считаю то, что как бы очень много для этого всего надо, то есть вы потратите стак верёвок для всего лишь двух кольев, и также вы ещё стак соснового бревна потратите, ну и четыре металлолома. То есть, ну мне кажется, что это с одной стороны достаточно долго, так что я не знаю, это лично ваше дело, если хотите делать, если хотите нет. Так же у меня здесь ещё немного не вписывается растение, тоже можно будет это всё переставить. По поводу аппаратов, я их поставил вот на эту сторону, именно только на эту, потом ещё нужно будет передвинуть вот эти вот печки. Не знаю пока что куда, но куда-нибудь я их точно передвину. И также по поводу тех аппаратов, которые стоят у меня на улице, они как бы все вот расположены именно с лицевой стороны дома, где у меня и находится коврик Welcome. Так что я не знаю, мне кажется то, что я расставил всё достаточно удобно. По сундукам, друзья, пока что у меня в них полный хлам, я порядок тоже скоро в них наведу, и тогда, мне кажется, у меня база будет реально идеальна. Я обожаю как бы, когда всё разложено именно по ящикам, мне очень это нравится, и вот скоро я всё это действительно сделаю. И как для меня, моя база будет просто идеальной, никакие зомби, как бы, ничего мне как бы мешать не будет. То есть в этом плане, мне кажется, самое что ни на ней сейчас лучше, так это вот такая вот база. Конечно, у неё не будет крыши, у неё не будет стен, но зато вам не придётся каждый раз после орды всё это чинить, как бы тратить на это ресурсы и так далее. То есть я не понимаю людей, которые на данный момент пытаются супер-пупер защитить свою базу, то есть в чём прикол? От кого вы её защищаете? От орды зомби? Они всё равно ваши сундуки не тронут. В чём вообще прикол, друзья? То есть это как бы, знаете, бессмысленная такая затея строить какую-то крутую базу против орды зомби. Им пофиг, они как раз-таки и будут рушить вот эту вот вашу базу, именно стены, колья и так далее. Вот эти вот ваши ресурсы, которые могут просто стоять, они не тронут, нифига не тронут. А вот эти стены, которые вы каждый раз восстанавливаете, они вам потом ещё раз разрушат. Так что это полный бред, если вы будете застраивать свою базу от орды зомби. Это просто полный бред, друзья, и я вам советую этим не заниматься. То есть, ну просто оставляйте свободные стенки, блин. Ну, чёрт возьми, кто на вас нападёт, друзья? Вы одни в этом мире, это офлайн игра на данный момент. Чё вы заморачиваетесь? Ну просто оставили сундуки без стен, без коля, всё в покое, в порядке. Никакие зомби, ничто вам не помешает просто спокойно играть. Так что, друзья, мне кажется то, что моя тактика всё-таки является на данный момент самой лучшей. Ну и что теперь? Сейчас на меня скоро прибежит уже зомби. Блин, сейчас на меня скоро прибежит зомби. Так я тупо сказал. Ну ладно, короче, сейчас на меня прибежит зомби, и мы вместе с вами от неё защитимся. Я попробую её полностью разрушить. Ну, как разрушить, поубивать. Собственно, я нашёл немного огнестрел. Я взял модифицированный АК с лазерной указкой. И также я взял модифицированный АК ещё раз с лазерной указкой, с лазерным прицелом, неважно. И чтобы его просто добить. И также у меня есть коллаж с коллиматорным прицелом, который мы также сейчас, друзья, истратим. Так, ну что, давайте-ка мы выйдем за карту. Посмотрим, через сколько всё это у нас дело придёт. Вот, и также мы ещё затестим эту орду в плане того, что они разрушают сундуки или нет. Ну, конечно, я уже знаю то, что нет, но ради интереса как бы можно посмотреть. Сколько там по времени-то осталось? Минут 9-10? Ну, 10 минут осталось. По идее, я могу сбегать к гуманитарному грузу, но смысла не вижу, потому что у меня энергии не особо много. А гемы... Ой, не гемы, а монетки я пока что экономлю, как бы. Вот, лучше я их пока тратить не буду. Собственно, друзья, давайте 10 минут я жду, и потом мы вместе с вами продолжаем, и я попробую мочкануть эту чёртову орду зомби. Покажу вам вообще, что из себя она представляет, именно после обновления, чтобы вы уже точно это знали. Конечно, мы уже как-то в ролике показывали с Настей, но это было до обновления, то есть когда кейсы открывали. Так что сейчас уже будет после обновления, я уже сам хочу на это всё посмотреть. Так что, друзья, сейчас мы с вами увидимся через пару секунд. Ну что, друзья, 17 секунд до того, как на меня нападёт новая обновлённая орда, и давайте, пожалуй, посмотрим, что она из себя представляет. Что же это за такие зомбари, которые просто-напросто всё на своём пути разносили. Причём, когда вот их только обновили, они даже и сундуки ломали, разработчики сами об этом писали. Так что, всё, давайте их встречаем. Откуда они пойдут-то, интересно. Фризы начались, вот они пошли. Ну чё, сейчас всех давайте мочканём до одного. Звук ещё лагает до сих пор. Так, это тупо. Нужно их не пропустить вообще ни одного. Сегодня у меня в целях прям полностью орду мочкануть, они пошли очень удачно для меня. Сейчас они у меня все получат просто. Вот это я называю просто мочканул. Но перед тем, как они все сдохнут, мне нужно ещё стены же сломать. Эй вы, дебилойды, давайте-ка быстро все стены мои поломали. А то это как его, потом не знаю, кто мне их ломать будет. А давайте-ка их сейчас на коле загрем. Они будут их ломать или нет? Смотрите-ка, коле так не ломают, по идее, только урон получают. Ты куда пошёл-то, не уйдёшь. Фиг тебе. И последние зомбари, друзья, и всё. Новая орда полностью развалена. Колья они не ломают именно тогда, когда вы заходите в игру. Когда вы заходите в игру, они ломают только стены, как я понял. Так что в этой орде ничего такого мощного нет. Но если вы будете не в игре, то фиг вам. Они даже ваши коле сломают, останутся вот здесь вот валяться. То есть многие подписчики мне скидывали фотки, где там на них нападала орда зомби. И после этого, получается, они такие заходят в игру и тут валяются трупы. То есть такое бывает после орды. Как бы это именно орда валяется, которая приходила на вас недавно. Так что в этом плане всё вот так вот и работает. В общем-то, друзья, на этом ролик про орду, про мою обновлённую базу полностью подходит к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк. И как бы я считаю, что именно вот такая вот база является самой оптимальной в игре на данный момент. Кто со мной не согласен, я как бы понимаю. У всех свои мнения, у всех как бы свои вкусы. Всё такое. То есть это как бы нормально, ничего в этом странного нет. Собственно, друзья, с вами как обычно был Роман Флоки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Нажимайте обязательно на колокольчик. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.